и снова здравствуй зритель третий видос за сегодня сейчас у нас будет обзор бутевухи купленный, но еще я забыла показать ну правда это вообще в отдельном магазине покупала в центре есть у нас такой магазин Афанасий и я там кое-что покупала не скажу что ибо вдруг кто-нибудь увидит и передаст, куда не надо и вот уже не будет сюрприз, и увидела внезапно моя любимая марка бумаги для принтера давно уже принтера нету бумага, наверное, уже даже тоже я ее, по-моему, когда переезжала сюда или еще когда разбирала вещи собирала вещи в той квартире, отдала сестре одна из еще у них, точнее подруга моя покупает их кофе россыпью, либо зерновой, ну в смысле молотой, либо зерновой, у меня зерновой тоже есть немножко, и вот еще они как-то делают ватные диски, чего они только не делают аро или ара ватные диски косметические 80 штук хлопок 25 рублей стоили я как раз хотела купить ватные диски ну как бы у меня есть еще упаковочка всего вместе полторы из этого, из Ашана каждый день я хотела в светофоре купить потому что как-то покупала там ватные диски они что-то рубля рублей на 5 дешевле, чем каждодневные но там сколько раз уже была вот раза 4, наверное с того момента, как покупала их там их там больше не видела потом в этот Ашан что-то так пока еще не заходило тут Cotton Club изготовитель ооо вот такие вот и что-то увидела думаю, смотрю диски классные 25 рублей 80 штук думаю, а что бы и нет взяла и купила вот потом, если хотите обозрю в пустых баночках в пустых пакетиках получится у меня там немножко накопилось я уже прям 4 продуктика этих самых съесть или выкинуть но я уж сегодня, наверное, не оселю может еще что накопится чтобы все сразу разум сразу выкинуть тогда обозрю и еще что-то хотела такое сказать и забыла ну да ладно в общем, это вот ватные диски которые как бы можно сказать, что бытовуха а дальше идет чисто кухонная бытовуха так как у меня есть просто плейлисты вот обзоров от Айва Форевер от меня то бишь я еще их вот никак не разгребу там что-то есть вот по другим плейлистам покидать что-то вот само по себе вот у меня там есть теперь еще этот плейлист еды и бытовухи вот это пойдет как раз в еду и бытовуху хоть это и не еда но бытовуха еще вот надо было наверное сделать отдельный обзор а, да, вроде есть у меня отдельный обзор техники или что-то в этом роде как-то так я так тут загонялась я думаю, что-то вот последний раз что-то обозревала ну, не последний а вообще что-то такое обозревала думаю, куда засунуть-то какой у меня плейлист более-менее подходит в общем, мне выдали пакетик спасибо это я в люксе затаривалась и как раз вот то, что не было в люксе вообще не продавьется никогда не привозится они мне потом послали в магазин напротив ну, а так как я у них была думаю, они спросили еще так отойду спросить есть ли у них такая штуковина бытовушная совершенно долго живущая которую мне сказали купить ибо надо и потом, значит думаю может у них досочки деревянные думаю, надо спросить а я что-то маленькую деревянную досочку ну, где только не искала где только не смотрела на озоне думаю, из одной досочки заказ лепить надо что-то еще год заказывать а вроде ничего такого конкретно сейчас не надо еще хотела маленькую такую терочку у нас в магните в местном есть треугольненькая но что-то я в одном месте видела вообще за копейки за 37 что ли рублей в другом месте за 67 а тут она почти под сотню думаю, нахрен такая маленькая терочка столько стоит а больше я такие маленькие нигде не видела ну, мне тупо надо терочку чтобы тереть шоколад потому что ванную кашку тот же шоколад та терочка на которой я как бы и раньше что-то терла я ее еще покупала помню, у Алиса даже обозревала как раз вот как раз в той квартире еще ну, я на ней что-то сейчас тру то мыло то мыло то вообще, короче что-то вот такое ну, как-то оно не совсем съеду и мыло, конечно, смоется но я решила что пусть у меня будет одна терочка под мыло и вот эти все баннованные прибуды ну, под свою рукодельную косметику и одна маленькая терочка должна быть под шоколад допустим поделить шоколадку черненькую в манную кашку как-то так еще мне надо было в общем давилку чесночную у меня давно еще была когда-то на той квартире еще при бабушке откинула коньки а еще мне надо было прихватник ну, вот такой как вот как вот ноженки такие там сказали, что у них нету и давно типа такие я так поняла не продают где я только не смотрела и как я его только не обзывала чтобы найти что-то ничего подобного не находилось а тут все вместе было у меня еще какая какие-то баллы были на карте этой люксовой какие-то накопительные вот эти у меня они пошли во вскидку почем все это счастье я вообще как-то не глянула но вот в итоге оно мне вышло на 476 рублей 27 копеек и что-то я не догнала в прошлый раз я у них постоянно что-то по карте оплачиваю и баллы всегда капали на карту а в этот раз предсказали от того что не наличка я карты оплачиваю то баллы никакие не накапают только типа скидка вот ну думаю ладно хрен с вами мало ли чего странно написали мне наличными а хотя сумма была ну вообще-то платила я карты короче хрен их знает что они там намудрили типа наличными и как бы чек как я платила по карте в общем что у нас тут такое досочка доска разделочная 161 рубль 99 копеек сковородник ретро 70 рублей 81 копейка пресс алюминиевый для чеснока видимо пресс алюминиевый для чеснока 90 рублей 91 копейка насколько я помню он 93 или 99 как-то так стоил там 2 были разница рублей не знаю в 7 я говорю вот один вот так вот а другой вот так вот я говорю в чем разница она говорит один говорит типа еще для орехов я говорю я говорю лесные орехи поколоть нет говорит грецкие думаю нахрен ли грецкие колоть максимум бы лесные ну и в общем я взяла та которая совсем растая там еще 2 каких-то были но они я что-то вообще не поняла как их фигачить мне сказали что вот самые простые ну может меня уже помнят потому что что-то такое что я там только не покупала вот мне надо тупо чтобы оно работало и без всяких наворотов последний раз я там кастрюльку покупала так терка маер бош офигеть или боч боч наверное с ручкой металл 153 рубля 26 копеек там короче деревянная была такая какая-то массивная ручка деревянная еще розовенькая я говорю какая удобнее мне продают у меня розовенькая значит у меня должна быть розовенькая сейчас короче я вам это все покажу в общем досочка бамбуковая я как раз бамбуковую ходила я примерно вот такого размера очень я думаю она мне подойдет в дополнение к той бамбуковой досочке натур из этого сашана ну в ашане в смысле она продавалась это у нас тайлер сейчас я покажу в общем размеры тут 20,5 см на 14,7 см ну короче на 147 мм 205 мм на 147 мм и 9 мм она в эту высоту она такая вот в общем она мне напоминает у меня есть такие три блюдечка или там или на балкон я их уже вынесла на Али я как-то нет даже не на Али это на Light in the Box я в свое время заказывала они как бы под вкусняшки для чая если вы пьете чай из пиалочек очень хорошо обработанная вот вижу обшкуренная и у меня та она прямо как бы прямоугольник прямоугольником а эта у меня такая округленькая такая вот там вообще всякие разные были и я хотела думаю еще среднюю купить а думаю фиг знает я не помню какая у меня эта по размеру думаю может они дублировать друг друга будут говорю у вас всегда досочки всегда досочки думаю ну если мне понадобится досочка то я пойду в люкс я вообще совершенно забыла что-то думала что у них нету досочек вот где искала конечно же нихрена не было деревянных досочек пластик там какая-то требуха но вот вот слушайте да я зачем ты ее понюхала в общем отличная классная досочка лапку не заносите все вообще тип-топ шикарно досочка у меня есть досочка короче у меня когда это у меня есть одна парнюка которая обычно спрашивает что ну мне дарить и вот как только у меня тут появилось что наверное даже как только у меня бабуся померла так она стала меня сама пинать чтобы я выбирала не какое-то там сладкое и обычно нацепить сладкое какие-нибудь там конфеты шоколад отстань только конфеты какие-нибудь подарила а вот что-то по хозяйству что-то путное как-то напинало меня мы с ней договорились что она мне на день рождения подарит несколько пар носочков теплые они очень теплые вот в этот раз я думала может ее попросить досочку потом думаю я не могу досочку найти а тут человека гонять а потом думаю когда мы с ней мы с ней ну не так чтобы часто видимся не получается чисто вот у нее у самой ну и я думаю может где-нибудь сама найду и вот нашла точнее когда я поняла что там есть все что вот я хотела все четыре вещи которые я даже давно нигде не могла найти то я поняла что лучше я куплю себе собак как бы если что-то очень хочется есть возможность то этого требует организм а если это еще и надо как бы то почему бы и нет разделочная доска живи со вкусом будем будем что у нас дата производства аж 30 декабря 2016 года два года назад получается сюда пока положу так а это они мне упаковали в такой отдельный пакетчик сейчас я буду доставать это все сначала я вам достану досочку это не досочка терочка терочка терка с ручкой розовый МВ сделано в Китае товар сертифицирован течен туз усаги усаги правда усаги метод не поняла усаги это этот усаги хотя ну да усаги вроде ну заячий метод скажем так мне сразу хочется что-то все перевести тут терочкой можно натереть сыр мне сказали только ручная думаю в смысле ручная я думаю что вот так вот даже удобнее тереть этот шоколадик прямо над этой самой даже вот так вот положить потереть над тарелочкой не надо выскабливать изнутри этот шоколадик не надо трясти как-то доставать и мыть удобно в общем вот такая замечательная у меня терочка вот а вот а вот а терочка иди сюда терочка ой не падай не прибивай мой телефон он еще жить хочет так еще у меня вот почти такая же была у нас когда-то изготовитель лада белгород сделана 12 декабря 2017 года практически год назад а она тоже с орешком я у них просила без орешка видимо они в итоге все с орешком просто я не понимаю вообще в чем прикол ну в смысле в чем разница в общем сюда мы фигачим чесночок а потом сдавливаем и пшик ну ладно этот не грецкий орех буду вот этот долбашить который весной орех у меня там прошлого года еще валяется не знаю они живые или их червякист хотя у них дырочек в них нету значит они должны быть живые если конечно они не высохли до бесконечности пресс для пресс алюминиевый для измельчения чеснока вот эту фиговину можно уже частично отклеить что отклеилось то отклеилось что не отклеилось ну уж как получилось потом наверное когда в процессе мытья отклеится в общем вот такая хренатенина очень удобная ну не совсем такая какая вот как у нас была там еще какая-то фиговина вставлялась из трех запчастей тут и двух запчастей и вот тут у нас надува надува точнее пакетик какой-то с надобой в общем вот пакетик у нас тут он газ с дырочками или нет да он с дырочками ну значит у него мусор пойдет сейчас на переработку и вот сковородник ручка у нас деревянная лаком покрытая петро нет а ретро я что-то это думала почему пей-пейтам сковородник ленточка красная с желтыми звездочками необходимый кухонный инструмент используется во время приготовления пищи позволит легко и безопасно управлять с горячей сковородой во время готовки защитит ваши руки от ожогов изготовлено дерево захват из стали рукоятка из дерева сделано по ходу дело в китае да дарящие надежду международный благотворительный фонд помощи животным хорошо что животным они хрен знает кому всем на свете нужен дом в общем если это ты купил то бабло от этого каким-то процентом капнет туда кстати оно тоже у нас прошлогоднее долго лежало наверное сдало меня так маскировалось что я его не замечала раньше дата изготовление в ноябре 2017 года гонеконеган что тут еще претензии по качеству принимает импортер то бишь в рашку куда-то там надо стучать козы а руссказ ну в общем на казахском и на русском так а кто у нас тут обособленное подразделение котельники импортер триог мульти дом трейдинг в общем вот такая хрень надо ножницами ее будет отсобачивать в общем вот вот надо будет приноравливаться к ней так-то сейчас у меня вот такая вот пум-пум пум-пум но она уже такая вот совсем ну еще чуть-чуть и откинется теперь у меня будет сковородник эге-гей пум я ее прокрутила в общем вот такой у меня обзор бытовушной покупки всем спасибо кто осилил и если вам еще не надоело то сейчас будет обзор отдельный ролик и фрешет пока